Обучение организовали на базе многопрофильной гимназии и одной из школ. Каждый ребенок выбирает один предмет для углубленного изучения. В этом году мы попытались сделать вот такой пробный вариант проведения летней школы по девяти предметам. Это и физика, и химия, и биология, география, мировая литература, математика, информатика. То есть те предметы, которые интересны для детей. Детей готовят к олимпиадам, а также внешнему тестированию. Преподаватели отмечают, что такая форма обучения эффективна. На занятиях несколько учеников. Это позволяет уделять больше внимания каждому. Ученик получает возможность более фундаментально отработать определенные темы и в то же время узнать те проблемы, те недостатки, пробелы образования, которые у него есть. Ученики заинтересованы в дополнительных знаниях. Считает, что летняя школа поможет им в будущем. В этом году я заканчиваю 10 класс. В следующем году мне придется сдавать и ЗНО, и Державную пиццинковую аттестацию, то есть уже поступать в университет. Чтобы хорошо поступить, нужно принимать участие в олимпиадах, то есть работать. Сдавать ЗНО всем придется. Дополнительные занятия никому никогда не помешают. Поэтому дополнительные знания – это всегда очень хорошо. Занятия продлятся до конца недели. После этого все учащиеся получат соответствующие сертификаты. Инга Лапикова, Панорама.